Портал детали Главные новости Израиля и мира Здравствуйте на канале ИТОН ТВ программа тема дня Сегодня веду я Михаил Горин Мой собеседник, украинский политолог Вадим Карасев Вадим, приветствую вас Здравствуйте Михаил, здравствуйте зрители Израиля и ИТОН ТВ Спасибо Стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский Отправляется в Польшу впервые с начала войны С полномасштабным визитом То есть его будет сопровождать делегация Его будет сопровождать первая леди Елена Зеленская Предстоят переговоры, встречи и так далее Скажите, пожалуйста Это визит такой ритуальный Для поддержки дипломатического реноме Украины Что вот ведется такая дипломатическая деятельность Дешнеполитическая Или же он имеет совершенно практические значения И тогда какие? Ну если говорить вот об этом визите То конечно же ритуальная или там протокольная Дипломатическая составляющая Тут, как говорится, на поверхности Но практически смысл тоже достаточно серьезный Почему? Потому что Ну вот были же заявления руководителей Европейского Союза О том, что осенью будет рассматриваться вопрос Об ускоренной процедуре принятия Украины И Молдовы в Европейский Союз Да и тема вступления в НАТО Украины, она открыта Так Не финальная пока, но она открыта И здесь, конечно, позиция Польши Ряда балтийских Ну всех балтийских и ряда восточноевропейских государств Будет очень важной Для того, чтобы вот эти цели Уже, скажем так, поствоенного или послевоенного Урегулирования Именно направленные на дальнейшую интеграцию И уже членство Украины в Европейском Союзе и НАТО Очень важны Поэтому, я думаю, практически смысл визита в этом Ну плюс, конечно же, будут и более прикладные задачи Уже связаны не только с геополитикой Но и конкретно экономические задачи Возможно, не исключаю совместные хабы Так, для экспортно-импортных операций В том числе и военного плана между Польшей и Украиной Потому что основные экспортные оборота И импортные оборота в Украину Это польские оборота сегодня Дальше Это, возможно, совместные предприятия В том числе и военно-промышленного комплекса Такие предприятия уже открываются В Болгарии В Чехии Вот Райн Металь Западно-германский концерн Объявил о том, что он будет строить Ремонтный хаб На территории Румынии Для ремонта и поставок военной техники в Украину Так что не исключаю Вот такую военно-кооперационно-промышленную составляющую В этом визите Во время войны Несколько раз менялось отношение Руководства Украины По отношению к тем, кто уехал Из-за войны за пределы страны Я имею в виду, менялось отношение Иногда их звали обратно Иногда наоборот говорили, что нет, оставайтесь По возможности за пределами Украины Потому что ситуация очень тяжелая И вот сейчас, когда стало известно, что Зеленский отправляется в Украину Многие издания подчеркивают Что одним из важных пунктов пребывания Зеленского в Польше Будет встреча с представителями тех, кто уехал С украинцами, которые сейчас оказались в Польше Что подготовлена такая даже открытая площадка для встреч Что он выйдет сюда Зеленский Скажите, пожалуйста, а предполагается С чем обратится Зеленский к своим соотечественникам Оказавшимися сейчас за границей? Позовет обратно или наоборот Как было несколько раз скажет Пока оставайтесь за пределами страны? Думаю, что ни то, ни другое Поскольку говорить о том, что оставайтесь за пределами страны Ну, это уже и так люди остаются долго за пределами страны Это было бы неправильно и неполезно Так и с чистой полезной точки зрения Так и с точки зрения полезности Но в то же время и пока такой призыв возвращаться Мне кажется, тоже это рано Ну, поскольку, как мы уже говорили с вами До тех пор, пока не наступит новая военная ясность То ситуация будет в определенной степени Неопределенная и нестабильная А в условиях неопределенности и нестабильности И даже возможной турбулентности Звать сюда уже, скажем так, на релокацию Ну, пока как минимум рано Но с чем обратиться? Думаю, что это, конечно, слова поддержки Конечно же, надежда и слова надежды Или проявление надежды в том, что осталось Что скоро, возможно, украинцы будут возвращаться Для этого будут созданы все условия Ну, и не будем забывать Там большая наша украинская община Это сейчас уже по факту Кто-то может и остаться Это в хорошем смысле слова Такие общественные лоббисты Украины, Польши При всех там сложностях Ну, тем, которые были в истории Между Украиной и Польшей Сейчас вот эти сложности Они, которые ушли на второй план И вообще у них очень редко Какая-то идет информация Ну, и последнее Не будем забывать Что такие большие общины Вот в ряде стран Восточной Европы и Европы Это и будущие избиратели Зеленского А кто? Понимаете, это что же выборы Ну, по крайней мере, через год Президентские выборы Я сейчас не буду трогать тему Парламентских выборов в октябре этого года Но через год возможны Вполне возможны президентские выборы И, понятно, не все сразу сюда приедут А вот могут голосовать в том числе И за кордоном, за рубежом А, Конституция Украины предусматривает Такой вариант голосования за границей? Ну, конечно, было, конечно Ну, я не знаю, как это будет решаться Нет, ну, во всех странах по-разному По-разному, да Цифровые технологии все-таки Сегодня тоже могут быть использованы Вот в таком массовом порядке То есть это не только граждане Украины Ну, и избиратели Желинского Понятно Я не могу обойти внимание События недавних дней Когда в России был убит Так называемый военкор Владлен Татарский Достаточно одиозная личность Известная тем, кто следит за событиями в Украине И вот сразу после того, как он был убит Он был убит с помощью подложенной бомбы Которую ему вручили на встрече с читателями Официальные органы России заявили Что этот теракт был спланирован украинскими спецслужбами Мы привыкли к событиям подобного рода Когда что-то происходит В этом обвиняют Украину И многие относились прежде к этому достаточно скептически Но вот сейчас многие СМИ Даже симпатизирующие Украине Не исключают, что это именно украинские спецслужбы Или сотрудничая с ним Какие-то российские подпольные организации По их заданию Осуществили этот теракт Как он определен в России Скажите, пожалуйста, если допустить, что это действительно так Зачем Украине Идти на это? Владимир Татарский не самая популярная и известная личность Совершать теракт Дело не самое благодарное Хотя, когда идет война Не знаю даже, что сказать Что говорят и пишут по этому поводу в Украине? Вот вы в конце сказали А вот какой смысл в Украине? Что вот... Для чего это? Какие-то особые политические там эффекты? Предупреждение другим пропагандистам Сказываются разные версии А чем они, скажем так, угрожают Несут какую-то опасность Украине На поле боя Или там в информационной сфере Тем более, как вы правильно сказали Это не первого ряда Боэнкор Честно говоря, я не очень даже знал Кто это, что это Хотя я постоянно мониторю ситуацию, слежу Вот так, за ситуацию на поле боя И в информационно-психологической сфере И прочее Я логики в этом не вижу Чтобы украинские спецслужбы Были в этом заинтересованы Но даже посмотрите Вот по той реакции в России Которая доходит сюда, к нам В Киев Тем не менее, там тоже непонятна пока Вот версия, она как-то там Пока сырая Даже вот украинский след там сырой То там и одни версии высказывали Так, и украинскую версию И в то же время версию Что это русское подполье Которое может находиться в Украине Такое не исключаю Ну вот, на мой взгляд Вот так А, да, и посмотрите Вот когда Было Подорвали Дарью Дугину Так, там все-таки Больше было информации Там были какие-то оперативные съемки И какие-то смены машины Там и так далее И так далее И Когда был Подрыв на Крымском мосту Украинские власти Ну, скажем так Не сильно отнекивались От этого Так, особенно Спецслужба Здесь четко Сразу с самого начала Украинские власти дали понять Что не имеют к этому отношения Сразу, по-моему, Подоляк Советник офиса Он заявил, что тут Ищите внутренний след Я бы так сказал Что это не и чисто внутренний след Но это Следы, которые ведут В русское подполье Вот помните Была диверсионная группа В Брянской области Так Был рейд такой Не исключая Что из этого Так, вот это Русское подполье Которое Ну, скажем так И, во-первых Пытается Ну, создать Точки напряжения Внутри Российского общества Так, создать Вот это Чувство неуверенности Небезопасности Скепсиса Относительно Возможности Властей Российских властей Обеспечить Эту Безопасность Так, тема безопасности Здесь А, во-вторых Это все-таки Поднять ставки Вот этих Разного рода Российских Подпольных Полуподпольных Групп Которые есть И Не исключаю Они находятся В Украине Некоторые Возможно Какие-то контакты Есть со спецслужбами Ну, чтобы вот Так вот Впрямую Украинская Либо разведка Либо контрразведка Занимались этим Это как-то Слишком Натянуто Слишком сыровато И Слишком уж Это Притянуто Как говорится Притянуто За уши Поэтому Надо искать Если хотят Искать То ищите Внутренний след А именно По линии Беглой Российской Оппозиции Разного рода Молодежных Там Националистических Полуподпольных Полудиверсионных Каких-то Групп Которые Жаждут Вот Проявить себя Вот В этой Войне Против Российского Империализма Ну Почти цитирую Так Высказывания Некоторых Представителей Этих Групп Которые Попадались Мне Но Тут Не по линии Украина Россия Еще один момент Попрошу вас Прокомментировать Те кто следят За происходящим В Украине Не только на фронте Но и Во внутренней Жизни Страны Обратили Внимание На Скандал Вокруг Киевско-Печорской Лавры Но Для людей Которые Плохо Разбираются В чем Суть Этого Конфликта Трудно Понять Те меры Которые Принимают Власти И вообще Из-за чего Собственно Говорит Сырбор Который Касается Как пишут Украинские Жизни Сотен Тысяч Людей Которые Являются Прихожанами Этой Церкви Если Вы можете Объясните Пожалуйста Что происходит Здесь два вопроса Первый Вопрос Украинской Православной Церкви Правда Противники Ее в Украине Часто Добавляли Московская Патриархата Хотя Это неправильно Это чисто Публицистическая Там есть Путаница В названиях Да А есть Православная Церковь Украины Которая Ну скажем Вот Петендует На статус Национальной Общенациональной Поместной Церкви Это раз АУПЦ Украинская Православная Церковь Хотя И она Отказалась Особенно После Начала Войны От всех Связей С Российской Православной Церковью Но тем не менее Ее всегда Подозревали Ориентациях На Русское Православие На Русскую Православную Церковь И так далее Русский мир В общем Это попытка Власти Вот так Как бы Используя Или В условиях Военного Времени Используя Ситуацию Взять И обрубить Все Связи С так называемым Русским миром Поскольку На политическом Уровне На общегосударственном Уровне Это все Задача Почти Решена Почти Решена То на уровне Общественном И на уровне Религиозном Потому что Церковь УПЦ ПЦ Там еще Из греко-католическая Церковь Это Структуры Общества Назовем его Гражданское Общество Это не государственные Структуры Общества Вот на уровне Общества Это еще Скажем Продолжалось Поэтому Это попытка Вычистить Из общества Так Или вытеснить Из общества Из общественной Жизни Ту церковь Православную Часть Православную Которую Считают Скажем Или Крипто Пророссийская Или Крипто Ориентированной На РПЦ А вот Украинское Православие Должно быть Во-первых Доместифицировано Доместик Таким Домашним Ну Национальным А во-вторых Переориентироваться На Византию Ну Собственно Говоря Украинские Культурные Корни Как и российские Потом уже Так Через Киев Они В общем-то Из Византии Это Византийское Наследие Вот это Первая Вот задача Сейчас Так Все-таки Создать Единую Поместную Церковь На базе Православной Церкви Украины Которая Была Создана Порошенко И Переоритировать Ее На Константинополь Эту Единую Православную Церковь Так И От Москвы На Константинополь На Фонар На Нынешнего Патриарх Патриархи Варфоломбия Но есть Второй Момент Он Связан С Лаврой Так Еще Есть Почаевская Лавра В Тернопольской Области Вот там Ждите Еще Будут Продолжения Что Так Лавра Ну Это Православная Святыня Как Многие Говорят И Для России Не только Для Православия Но и Для Политиков Или Околополитиков Или Идеологов Которые Выступают С таких Православно Религиозных Позиций Так Это Ну Как бы Наш Иерусалим Как они Говорят Там Лавра Это Она В Киеве Это Очаг Нашего Православия Или там Киев Мать Городов Русских И так Далее Это Является Таким Своеобразным Религиозным Или Квази Идеологическим Обоснованием В том Числе Обоснованием Квази Идеологическим Или там Квази Религиозным Всех Военных И Военно-политических Действий Так что Пере Скажем Переориентация Лавры Или Переподчинение Лавры Уже Подлинно С точки зрения Власти Украинской Православной Церкви Это Является Еще и Задачей Такой Религиозно-политической Не чисто Религиозной А религиозно-политической И даже Сказал бы Религиозно-геополитической Другое дело Что Власть Мне кажется Надо было Действовать Власти Надо было Все-таки Действовать Более Компромиссно Искать Религиозными Деятелями Все-таки Какой-то Компромисс Или даже Консенсус В том числе И с Иерархами Украинской Православной Церкви Потому что Она После начала Войны Стала Публично По крайней мере На сторону Украины Демонстрировать Лояльность Украинскому Государству Украинским Властям Перешли на Украинское Богослужение На Религиозное Служение Вот Но Тем не менее Власть Решила Форсировать Иногда Мне кажется Действовала Не совсем Аккуратно Удачно А иногда Просто глумливо По отношению К верующим Может быть Надо и Просчитать Было Ситуацию Что Гонимая Церковь Так Это Гонимые Верующие Это Сложный Социальный И общественный Материал Потому что Часто Вот в этих Религиозных Гонениях Закалялась Оппозиционность Новая Оппозиционность Потому что Сейчас Украине Нет оппозиции Вот создавать Такую Скажем Оппозиционность Или загонять В подполье Украинскую Православную Церковь Верующих И Иерархов Кстати говоря Почти никто Не перешел Последнее время С этими событиями Возле Лавры На сторону ПЦУ Только один Представитель Перешел И сразу Как бы Предложил Свою услугу И стать Настоятелем Киево-Печерской Лавры Поэтому мне кажется Что здесь Власть поступила Прометчиво Мне кажется Ошибки эти Поняли Сейчас это делают Все для того Чтобы Перевести конфликт Из публичной плоскости Тем более Радикальной плоскости В какую более Такую компромиссно Договорную Есть такая попытка Но Все-таки Действовать надо Аккуратно И нужно понимать Что Глумится Часто Многие Всякие общественники Аптивисты И так далее Когда Глумливо Начинают комментировать Эту ситуацию Или призывать К разгрому Московских попов Они действуют На раскол На разлад В стране И общество А не на консолидацию И единство Вот Такая Мне кажется История Спасибо Но вернемся К делам военным Вот Нью-Йорк Таймс В большой Публикации Анализирующей Возможности Наступления Грядущего Украинской Армии Пишет Что Украина Готова К решающему Весеннему Наступлению С мощным Западным Оружием И недавно Сформированными Штурмовыми Подразделениями Но серьезными Вызовами Прошу прощения Для ВСУ Могут стать Восполнение потерь И поддержание Мотивации Военнослужащих Вот на этих Двух моментах Недостатках Или проблемах Как пишет Нью-Йорк Таймс Я прошу вас Остановиться И если Восполнение Потерь Это понятная Проблема Год идет Война Есть большие Потери То вот По поводу Потери Мотивации Военнослужащих Поясните Пожалуйста На ваш взгляд Что имеется Ввиду Потому что Наоборот Украинскую Армию Всегда Приводили В пример Как Высокомотивированную В отличие от Российской Армии Многие погибли Высокомотивированные И добровольцы Которые ушли Добровольцами В первые дни Войны Или те Которые еще Стали добровольцами В 2014 году Многие Кстати говоря Молодые студенты Уходили Еще в 2014 году А сегодня Стали комбатами Так И командирами Поэтому Вот возможно В этом Все-таки Гибнут лучше И часто Мобрезерв Новый Мобилизованный Не обладает Такой мотивацией Как это обладали Вот Добровольческие Скажем так Корпусаль Добровольцы Это раз Во-вторых Нужны победы Для того Чтобы Была большая победа Нужны маленькие победы Потому что Они мотивируют Вот почему За Бахмут Такая идет Кстати Понятно Что со стратегической Точки зрения Военно-стратегической Точки зрения Здесь мало Взятие Или отступление Или там Уход Отход От Бахмута Военно-стратегическом Но вот Военно-психологическом Плане Военно-политическом Плане Это очень сильно Почему Потому что Маленькие поражения Они уже могут Подрывать Некоторые Скажем так Уверенность В успешном наступлении В победном наступлении Вот Это два Ну и в-третьих Конечно же Тот же Бахмут Допустим Так Ну Мы понимаем Что такие там Жертвы с обеих сторон Идет А новые Мобилизованные Часто Знаете Трудно подготовить Можно конечно Делать военные Репортажи Там С британских Полигонов Или с немецких Полигонов Польских Полигонов Как успешно Обладевают Навыками Городского Боя Условия Городских Застроек Мобилизованные Солдаты Или там Военнослужащие С Украины Но За месяц Подготовить Настоящего Солдата Это тяжело Так Тем более Готов Вот К вот К этим всем Вызовам Как пишет Нью-Йорк Таймс Поэтому конечно Тут Есть проблема Так Есть проблема В том Что все-таки Не все Что просила Украина И украинское Руководство Мы получили От наших Западных Друзей И партнеров Плюс погода Ну и как-то Ситуация Вокруг Бахмута Она Очень-очень Сложная Там все может Повернуться В разные стороны Ну и Конечно же Вот эти Мне кажется Факторы Должны Учитываться Я думаю Учитываться Командирами Просто Об этом В Украине Мало пишут Слишком Ну скажем так Много победных Реляций И таких Духоподъемных Репортажей А вот Западная пресса У нее тут Наверное Возможности И маневра Больше Вот она Обращает Внимание На Подобного Рода Факты Ну кстати Наше Тоже Командование Понимает Эту Историю И меньше Стало Таких Шапкозакидательских И Ура 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 Репортажи Вот Спикер ВВС Украины Игнат Буквально Сегодня Заявил Что Нам Вот Эти Миги Которые Польша Дает И Словакия Они Ничего Не решат Потому что У нас Украина Есть Свои Миги Есть И Свои Су Так Поэтому Там 40 Или 20 Сушек Мигов Из Польши И Из Словакии Не Не Являются Решающими Как Это Подается Часто Вот На Украинском Телевидении Поэтому Тоже Попросил Но Официальный Спикер Попросил Все-таки Быть Здесь Более Аккуратным Сдержанным И Реалистичным Да Я как раз Беседовал С Израильским Военным Аналитиком По этому Поводу Этих Самолетов Но Он Тоже Выскал Такое Спорное Мнение По Поводу Этих Поставок У У меня К вам Еще Один Вопрос В рамках Того Что Написала Нью-Йорк Таймс Там Вот Помимо Мотивация Которой Вы За счет Каких Резервов Многие Видели В интернете Это Они В открытом Доступе На тиктоке Различных Сюжеты Где В Украине Людей На улице Задерживают Вручают Им повестки И порой Силой Уводят На призывные Пункты И эти ролики Скорее Больше подходили Времени Мобилизации В России Чем Украине Насколько Это Это Единичные Случаи Были Объясните Мне Пожалуйста Или Это Некая Вынужденная Военная Мера От которой Никуда Не деться Давайте Сначала По поводу Пополнения Действительно Вынужденная Мера Но Если Египт Не Достаточно Много Людей Раненых Много Так Поэтому Надо Воспомнить Мобилизация Вынужденная Мера Мера А когда На улице Силой Берут Человека Под руки Он им Что-то Там Объясняет Второй Момент Да Я понимаю Второй Момент Ну конечно Я уже говорил О том Что Мотивированных Становится Меньше Но есть Определенная Усталость Не все Хотят Майки Поэтому Призывного Возгра Часто За границу Хотят Ездить И ищут Разные Лазейки И легальные И коррупционные Под разными Поводами По разным Программам Артистическим Или там Друзьким Выехать И Обезопасить Себя От призыва И отправки На Тронт Это два Но вот Что касается Поэтому Ну Есть Да Есть Проблема Она и в России Есть Вот Но Вот что касается Роликов Не знаю Откуда эти ролики Кто-то пишет С Одессы Я в Киеве Могу Вот по Киеву Что-то Вот я в Киеве Такого ни разу не видел Это раз Очень много Молодых людей Два Так И призывного возраста И Не очень молодых Но призывного возраста Много Поэтому В принципе Резерв большой Но вопрос вот в чем Что Тотальная Или повальная Мобилизация Она не нужна Почему Потому что Их надо обучать И нужно вооружение Зачем воевать По-моему Мы с вами А нет Не с вами Я в другом Афере Говорил Когда Арахами Сказал Что В ответ На Размещение Тактических Ядерных Боезарядов Беларуси Нужно создать Несколько Бригад А зачем Эти бригады Создавать В ответ На размещение Тактических Ядерных Боеголовок Это раз Это же не просто Так создать Корпуса Армейские Насытить Техникой Новейшей Так А не просто Дать какие-то Автоматы И их еще Надо обучить Поэтому Конечно Это будет Как история С российскими Мобилизованными Конечно Да Поэтому Конечно Наверное Есть такие Факты Они Понятно Непостановочные То что я Видел В интернете Понятно Что это Привлекает Внимание Факт может Быть Единичным Или Не всеобщим Так Это не может Характеризовать Ситуацию В целом Но в каких-то Деталях В каких-то Частностях Действительно Это Является Правдивым Правдивым Но еще раз Говорю Вот когда Слишком пропаганда Начинает Антиукраинская Начинает Это раскручивать И говорить о том Что чуть ли не тут На улицу Выдешь И тебя хватают Ну По крайней мере По Киеву Могу точно Такого не было Не видел И Ну Живем-то в Киеве Если бы такое было То я бы точно Увидел Да Я спрашивал у своих Собеседников И из других городов Украины Не только из Киева Они в принципе Повторяют ваши слова Что это какие-то Единичные случаи Ну да Вирус Вирусное видео Не тенденция Да Вирусное видео И оно конечно же Делает Такое впечатление Что как будто Это ежеминутно Ежечасно И в каждом городе И каждый день Вадим Большое спасибо Что были с нами За ваши комментарии На этом все Напомню Что моим собеседником Сегодня был Украинский политолог Вадим Карасев До свидания Спасибо Михаил До свидания